В жизни каждого человека есть четыре особенные дня. Это первый день, когда он родился на эту землю. Второй очень важный день, когда он узнал или сделал открытие в своей жизни, почему он родился. И третий день — это когда он имел личную встречу, переживания с Богом. И последний день его жизни, когда он оглянется обратно на всю свою жизнь, которую он прожил, и он будет знать, почему он прожил эту жизнь, которую Бог ему дал. Местописание, которое я хочу прочесть сегодня вместе с вами, друзья. Давайте откроем это послание к евреям, 12 глава. Из первого стиха здесь написаны такие слова. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». Есть такой очень известный, знаменитый марафонский бег, его называют «Бостонский марафон». И каждый год участвуют в нем десятки тысяч людей. И бегут люди, это 42 километра, они бегут длинное расстояние. Люди от 5 лет могут участвовать, и до 80 лет не запрещаются. И на 20-м километре этого бега встречается определенное препятствие на этом пути, когда у спортсменов или же участников этого забега происходит необыкновенный феномен, у них останавливается, происходит очень сильный упадок сил. И, конечно, по-медицински это объясняется, что у человека иссякает этот источник глюкогена, то есть это внутренняя физическая энергия, и человек тогда теряет способность двигаться, идти дальше вперед. И точно так же в нашем хождении с Богом, пройдя определенный путь веры, который каждый у нас имеет, мы на одном или на другом участке этого пути, нашего бега, мы способны уставать, останавливаться. И более того, мы нуждаемся, кто-то из нас нуждается в этом втором дыхании, потому что мы настолько сильно уже бежали, настолько сильно и так же устали в нашем хождении веры, что нам требуется. Это второе дыхание, когда мы можем набраться опять, найти внутри себя эти внутренние источники сил, для того, чтобы идти дальше и дойти в один день до нашей финишной прямой. И об этом говорит апостол Павел здесь, что мы проходим, другой перевод написано, что мы бежим на этом ресталище. И апостол Павел Тимофею, кстати, говорит второе послание Тимофея, 4 глава, 7 стих, Павел апостол говорит, что подвигом добрым я подвязался. То есть он сражался этим добрым подвигом веры, потом течение совершил. Другой перевод говорит, что он совершил свой бег. И потом говорит дальше, что веру сохранил. И готовится мне венец правды. Вот как важно нам иметь эту перспективу нашей жизни, что в один день мы должны все-таки дойти до финишной, мы должны закончить наш так же путь. И оглянувшись назад, без сожаления сказать, мы дошли, мы остались верными Богу, мы остались верными Божьему призванию, и мы дошли до финишной прямой, где ожидает нас вечность. Итак, я хочу посмотреть на несколько людей в Ветхом Завете. Мне нравится Моисей, который на склоне своих дней, своей жизни, это мы читаем Второзаконие, 34 глава, 7 стих. Здесь описывается характеристика Божьего человека, который на склоне дней своей жизни. Здесь написано так, и Второзаконие 34, 7. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Видение 120-летнего Моисея, оно не прекратилось. То есть видение Божьего призвания, Божьего предназначения для его жизни, для чего он родился, для чего он прожил эту жизнь, оно не истощилось. И даже написано здесь, что на склоне дней своей жизни он, Бог возвел его на эту гору, которая называется Нево, которая сегодня в Иордании, и мы там были недавно. И показал Бог ему всю эту землю, которую когда-то Бог пообещал Авраму, Исааку и Иакову, и Бог показал ему. То есть у Моисея, иными словами, он умер в видении, хотя он не вошел в эту землю, но он умер в видении. И написано дальше, что и крепость в нем не истощилась. Вот моя молитва и желание, чтобы в вашей жизни точно так же до последнего дня вашей жизни, в видении вашей жизни оно не притупилось, в видении служения, вашего предназначения, для чего Бог дал вам жизнь и призвал вас, и что-то исполнить на этой земле, чтобы это видение, оно всегда было острым, и резкость в этом видении, фокус, он всегда был ясным. И крепость, Божья крепость для осуществления, для выполнения этого видения и предназначения вашей жизни, она никогда не истощилась, как в жизни Моисея. Есть один еще пример в Библии о одном человеке, который так же вдохновляет нас именно своей стойкостью и своей твердостью Духа и верностью Богу, что на склоне своей жизни он пробежал этот путь, который Бог приготовил для него, это поприще, и его силы не иссякли, и его видение не притупилось. Это Иисуса Навина. Мы открываем, есть замечательное местописание, 14 глава книга Иисуса Навина. Мы прочитаем о Халеве, здесь сказаны такие слова, которые сказал когда-то Халев. Итак, стоя перед Иисусом Навином, 14 глава Иисуса Навина, 14 глава и 7 стих, написано, Халев говорит, я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес в Арне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. И здесь он говорит, я в точности следовал Господу Богу моему, и клялся Моисей в тот день, и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим. И здесь 10 стих дальше написано, и так вот, Господь сохранил меня в живых, как он говорил, уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово это. «Но и ныне, 11 стих, я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, столько, сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить». Итак, Халев на склоне лет своей жизни, оглянувшись, 85 лет ему было, но он говорит, что 40 лет назад, когда Моисей посылал нас в обетованную землю, осмотреть эту землю, и сейчас мне 85 лет, 45 лет прошло с тех пор, но я столько же полон силы и крепости. То есть его сила не истощилась, его видение не притупилось. И он дальше, мне нравится, в 12 стихе Халев говорит, «Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день». То есть в жизни Халева не остановился этот внутренний, скажем, внутренний источник силы для того, чтобы побеждать, воевать и побеждать. И на 85 лет своей жизни он сказал, дай мне еще эту гору. Какая гора еще осталась у вас непокоренной? Что Бог пообещал вам, и вы еще не увидели это исполнившимся в вашей жизни? Какие мечты Бог вложил в вашу жизнь, но вы еще их не осуществили? Я хочу сказать на основании этого слова, как у Халева еще не остановилось это видение и страз для того, чтобы достигать новой вершины. Точно так же у вас еще ничего не остановлено. Вы имеете большие возможности в Боге для того, чтобы, неважно в каком возрасте, неважно на каком участке вашего пути вы находитесь, чтобы просить у Бога эти горы, эти недостижимые вершины, о которых вы еще мечтаете. Открываем Третья книга Царств, 18 глава. Здесь мы читаем об удивительном Божьем человеке, которого звали Илья. Здесь написано так, что когда Илья, он соорудил жертвенник, он призвал имя Бога, и там стояли эти пророки Ваала, 850 человек, и Божий огонь сошел на жертвенник и пожрал эту жертву, и весь народ, он упал перед Богом и воскликнул, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Можете представить, что этот человек, он был, насколько он сильно был могущественно использован Богом, что через него пришло пробуждение в Израиле, через него Бог сходил огнем на гору Хариф, и более того, через Илью Бог также закрыл по его молитве, представьте, какие сильные молитвы были у Ильи, закрыл небесные окна, 3 года 6 месяцев не было дождя. Итак, картина сильного Божьего мужа, который имел огромнейший успех в своем служении, в своей жизни. Но следующая глава этой книги начинается с того, что когда Ахав, он пересказал жене своей Изавели все, что произошло на этой горе, и что все эти пророки Вааловы, они были уничтожены, убиты. И когда эта новость доходит до Изавели, этот же самый Илья, который вчера стоял на горе, сооружал жертвенник, смело смотрел в лицо своим врагам, но в этот момент, написано, он убегает в пустыню от одной лишь плохой новости, которая дошла до него, что Изавель хочет его убить. Божий пророк, он убегает в пустыню, написано, что он сильно устает там и молится, взывает Богу, ложится под межавеловым кустом, говорит, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег, уснул. Итак, это картина человека, который устал в своей жизни. Возможно, Илья перегорел в служении Богу. Он уже остановился на этой дистанции, которую Бог поставил его бежать. И вот как раз здесь открывается картина того, что, может быть, мы точно так же, Бог мог вчера нас использовать могущественно. Мы были орудием в его руках, и Божье призвание горело в нашем сердце. Но мы, в один момент мы перегорели, мы остановились, у нас притупилось это видение, иссякли эти силы, как это произошло у Ильи когда-то. Но смотрите, что дальше написано, что когда Илья спал, измученный, уставший, в депрессии, попросивший себя смерти, но здесь написано, что Бог все-таки на нем не остановился. И здесь написано следующее, что в этом сне приходит Божий ангел и будит его. Говорит, вот вода, кувшин воды, вот хлеб, вот вода, бери, ешь и пей. Ибо здесь написано как раз, третья книга Царств, 19 глава, 7 стих, 7 стих. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, здесь написано, что сказал Бог. Ибо дальняя дорога пред тобою. Вот как раз мы думаем, что уже все закончилось, что все остановилось, у нас нет силы, у нас нет желания, страсти, у нас же, или Бог просто остановил свое призвание в нас, остановил свои дары, чтобы они действовали в нас. В то же самое время Писание говорит, что Божьи дары, Божьи дары и призвания непреложны, они безостановочны, все, чем Бог наделил вас и благословил вас, и к чему Бог призвал для того, чтобы вы исполняли свое предназначение в жизни. Оно безостановочно. И здесь написано, чтобы ибо дальняя дорога у тебя, дорога перед тобою. Смотрите, что дальше, когда прошла этот сон, скажем, это перегорание в жизни или произошло. Бог говорит, вставай, говорит, у тебя, у меня еще есть большие планы для тебя. Ты еще не все закончил, что должен был закончить, что в моих планах для тебя. И здесь он идет дальше, 15 стих Бог говорит ему, «Итак, придешь в Дамаск, помашь Азаилов, цари над Сирией, потом Иеуэ, сына, помашь цари над Израилем, и Елисея же, сына Сафатова из Олег Мехолы, помашь пророки вместо себя». Представьте, Илья, он не мог уйти из жизни. Просто так, как раз в этом, лежа под Можавеловым кустом, у Бога еще были цели, которые не выполнены, предназначение, которое не было Ильей исполнено. Ему нужно было еще более того, мне нравится, что здесь написано, что пророк Илья, он не просто должен был умереть здесь под Можавеловым кустом, с перегоревшим, в страхе, остановившимся в своем беге, но он должен был поднять после себя преемника Елисея, которому он должен был передать свое помазание, который должен принять эту преемственность пророка, иными словами, продолжить то, что было начато когда-то Ильей. И вот это один из примеров, друзья, я верю, что пусть он также вас вдохновит, что если вы остановились, как Илья, я хочу вам сказать на основании этого слова Божьего, что ибо еще дальняя дорога ожидает впереди вас. Не останавливайтесь, вам нужно второе дыхание, у Бога есть ключи, и мы сегодня коснемся, как мы, и что мы должны сделать для того, чтобы не перегореть, а дойти до финишной прямой, где ожидает вас и меня награда. Самое первое — это видение, которое мы имеем, оно будет нас как раз двигать, вдохновлять и может довести нас до завершения нашего пути. Кавакума, мы читаем вторая глава, здесь написано, Бог когда-то проговорил через пророка, и он сказал, что в жизни каждого человека должно быть видение, должны быть поставлены ясные, четкие цели. Если нет видения без откровения и без видения, просто человек, он существует, и он не выполняет Божьего предназначения. Здесь написано, вторая глава Абакума, «На стражу мою я стал, я проговорит, стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Итак, самое первое, пророк, он не искал видения или, скажем, назначения, предназначения жизни где-то по сторонам, где-то из внешних источников. Нет, он один на один остался с Богом для того, чтобы услышать, что же Бог скажет внутри его. И вот как раз видение, оно приходит не извне, но изнутри, когда Бог показывает, открывает глаза и показывает картину, образы того будущего, что Бог хочет делать, к чему Бог призвал вас и какое у него предназначение. И смотрите, «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертая его ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать его». То есть видение, оно должно иметь всегда быть четким, оно должно быть, не должно быть вот эти линзы наши внутренние, наше внутреннее зрение не должно быть притуплено, но мы должны знать, для чего мы просыпаемся каждый день и почему мы ложимся каждый день. Видение, друзья, это намного больше, чем цели даже, потому что, скажем, если вы думаете вот приобрести хороший дом или автомобиль, или еще какие-то сделать достижения в этой жизни, это всего лишь цели, это краткосрочные цели. Цели ставятся, но видение, оно намного больше, потому что оно захватывает вас, и оно видит, оно дает вам способность видеть картину будущего. И поэтому видение, оно очень важно для того, чтобы добежать нам до цели. Мы должны видеть, что ожидает нас награда в конце пути. И апостол Павел, он был движим на этом беге, он бежал, и он сражался с этим добрым подвигом веры, потому что он знал, что когда-то настанет тот день, когда он предстанет перед Богом, и Бог будет спрашивать, я тебе дал определенные таланты, я тебе дал определенные дары и призвания. И что ты сделал с тем, что я тебе дал? Ты остановился? Или ты перегорел? Или ты верно и выполнил то призвание, чему я тебя призвал? И за это апостол Павел знал, что у него будут награды. Точно так же мы получаем награду на небесах, получим не за то, что мы были спасены только, но за то, что как мы исполнили верно то призвание, к чему Бог нас призвал. Итак, первое видение. Второе. Мы говорили, то есть быть верным Богу, остаться верным Богу, независимо от того, где мы находимся. Вы знаете, верность это очень редкое, но очень важное качество для того, чтобы нам достигнуть финишной прямой на нашем пути. Апостол Павел, он говорил, что он веру сохранил, то есть он остался верным Богу. И верность это мы не просим у Бога верность. Верность это плод духа, который созревает нас в различных обстоятельствах, когда мы встречаем сопротивление, когда мы останавливаемся, но мы понимаем, что мы все-таки должны остаться верными Богу. Давид мне нравится, говорит следующее в сотом псалме, шестой стих, он говорит, что глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. То есть Божьи глаза обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьё сердце верно и предано Ему. И вот как раз на беге этом, чтобы достигнуть нам финиша на нашем пути, не остановиться, не сдаться, нам нужна эта верность также нашему Господу Богу. Один человек в Ветхом Завете есть, Озия. И перед тем, как мы поговорим сейчас об Озии очень быстренько, один из ключей, как достигнуть своего пути или достигнуть финиша на том пути, который Бог поставил нас. Мы должны верно исполнять то призвание, чему Бог призвал нас. Если мы выходим за границы нашего призвания и начинаем делать то, что Бог нас не призвал, этим же самым мы подвергаем себя опасности, чтобы сойти с дистанции и не дойти до финишной прямой. Как много людей, я знаю, в моей жизни есть друзья и знакомые, мы вместе с ними начинали когда-то, наши сердца горели к Богу. Мы готовы были всему миру рассказать о том, кто есть Иисус. Мы готовы пойти были до конца этой земли с Евангелием. Но многие из них, с кем мы вместе начинали, они не дошли, потому что они, опять, они начали хорошо, но закончили очень печально. Итак, возвращаемся к Озии. Это человек, которого Бог призвал и помазал. Об этом написано 2 Паралипоменон, 26 глава, я не буду открывать сейчас. Но написано, что в то время, когда Озия искал Господа, ему Бог благопоспешенствовал. Другой перевод написано, что он имел большой успех. Оно написано, там перечисляется в этой главе, какой успех имел от того, что Озия искал и был близок с Господом. У него было хорошее начало в Озии. Но потом, когда этот успех пришел, это слава, это знаменитость, влияние, плод его служения начался, все люди начали говорить, какой великий Озия. В один момент написано, что Озия, он, будучи царем, он взял кадильницу для того, чтобы войти в храм и кадить фимиам перед лицом Господа. И написано, что не понравилось это Богу, это было мерзостью перед Богом. Из-за этого Бог поражает Озию, и он полностью покрывается проказою. И всю оставшуюся жизнь он проводит вне израильского стана. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что если Бог призвал нас в одном служении, к чему он призвал вас, или же наоборот, даже скажем так, если мы делаем то, к чему Бог нас не призвал, что Бог не сказал нам делать, но мы это делаем, мы это делаем, потому что мы копируем других, возможно, людей, или мы это делаем, преследуя свои личные цели и амбиции, в то же самое время Бог не призвал, Бог не повелел нам это делать. Мы этим же самым, мы можем начать, мы можем пройти определенное время, мы можем определенное время даже иметь плоды этого служения, но в конечном итоге у нас нет гарантии, что мы достигнем когда-то, останемся верными и достигнем до финиша этого бега по той лишь причине, что Божье помазание, Божья благодать и Его защита, она распространяется на нас тогда, когда мы делаем то, к чему Он призвал нас. Итак, следующее, как дойти до финишной прямой? Это опять евреям 12 глава. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Все, что нас угнетает, все, что нас становится лишним на этом беге, а какой может быть лишний вес или груз, это то, опять, что Бог не повелел нам, то, что Бог не возложил. Мы очень часто возлагаем на себя, мы своими силами, мы настолько сильно пытаемся взять очень много ответственности, пытаемся везде успеть, пытаемся делать то, что другие делают, хотим этим же самым захватить какой-то огромнейший масштаб, чтобы иметь больше плода, но в то же самое время все это является лишним грузом, который притягивает нас к земле и не дает нам свободно бежать до нашей финишной прямой. И поэтому Павел говорит, чтобы мы свергнули бремя. Если что, то, что возлагает на нас Бог, Христос сказал, что иго мое благо и бремя мое легко, если это возложено бремя на тебя Богом, если иго на тебя возложено Богом, ты будешь бежать, ты достигнешь финишной прямой в своей жизни. И, конечно же, последнее, как дойти до финишной прямой, это вот как раз на примере Ильи и Елисея, что Елисей, он мог успешно закончить, сильно закончить свой-свой бег, по той лишь причине, что он передал эстафету, он оставил после себя преемника, он передал веру последующему поколению. Друзья мои, это так важно. И в Библии очень много есть мест Писания, которые говорят об этом. Даже взять на примере Илья пророка и Самуила, Илья священника и пророка Самуила. И Илья не мог уйти из этой жизни. И до тех пор, покуда он не передал, не научил этого молодого Самуила различать Божий голос, это как раз есть признак того, что Илья передал Самуилу то, что Бог от него требовал. Он передал это видение, он передал это служение, передал эту веру. Точно так же мы должны знать, что мы можем дойти до финишной прямой, успешно дойти, если мы передадим то, к чему Бог нас научил, то, к чему нас Бог передал нам, то, что Бог призвал, к чему нас. Мы передали это другому будущему поколению. Итак, друзья мои, конечно, наша программа уже заканчивается, но я хотел самое последнее. Еще раз сказать, как апостол Павел сказал, привести эти места Писания, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. Течение совершил, другой перевод написано, он пробежал свой бег с достоинством, он добежал до финиша и, оглядываясь на всю оставшуюся, то есть на оставшуюся позади жизнь, он не сожалел, наверное, ни одного дня, подводя итог своей жизни. Я хочу сказать, что если вы устали, если вы перегорели, если вас Бог когда-то использовал могущественно в своих дарах, и Божье помазание было на вашей жизни, вы горели огнем его, но вы перегорели сегодня, я хочу сказать на основании Божьего Слова, что Он есть начальник и совершитель вашей веры. Он без Него ничего не начинается, и без Него ничего не оканчивается, потому что Он есть Алфа и Омега, Он первый и последний. Исайя, 42 глава. Бог говорит, «Разве ты не слышал, разве ты не знаешь, что вечный Бог, сотворивший концы земли, Он не изнемогает, разум Его не исследит, Он дает изутовленному силу, изнемогшему дарует крепость. Молодые люди падают и ослабевают, но надеющиеся на Господа, они обновят свои силы, поднимут крылья свои, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся». И это слово сегодня направлено к кому-то из вас. Вы должны надеяться, положить свое упование на Господа, что надеющиеся на Господа, другой перевод написан, говорит, что те, кто ожидают Господа, не останавливаясь, даже если вы остановились в своем беге, я хочу, чтобы это не была пассивная остановка, но чтобы это было активное ожидание Господа, Господи, все равно, ты меня силен поднять, ты меня вновь силен оживить, обострить это видение, возгреть эти дары, о которых Павел говорил Тимофею, что напоминает тебе возгревать дар Божий, который в тебе, и двигаться дальше, потому что Божий, Божий Дух, он даже сейчас, я верю, он действует для того, чтобы вдохновить вас, и чтобы вы шли и не уставали, и в один день могли сказать апостолам Павлам, что я течение совершил, я пробежал этот бег с достоинством, верно, и написано в откровениях даже, что будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова